Боевики движения «Талибан» отмечают годовщину захвата власти в Афганистане. 15 августа подразделения талибов заняли столицу страны Кабул. Минобороны России опубликовала кадры последствий обстрела в Каховской ГЭС. Из украинского порта Южной в Эфиопию вышло судно с пшеницей. Иран отрицает свою причастность к нападению на британского писателя Салмана Рушди. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Сеул предложил Пхеньону помощь в развитии экономики в обмен на динокулиаризацию. Шансы на то, что КНДР примет такую сделку, невелики, считают аналитики. Боевики движения «Талибан» празднуют годовщину захвата власти в Афганистане. На центральных улицах Кабула сотни людей скандируют победные лозунги и фотографируются на фоне здания американского посольства. Мы счастливы, что смогли победить Америку. Все мои коллеги очень рады этому. Я бы хотел пожелать тем, кто сбежал за границу, врачам, инженерам, тем, кто работал на прежнее правительство, вернуться в родную страну. Границы Исламского Эмирата открыты для вас. Вы нужны нам. Я очень рад тому, что могу отпраздновать со своими друзьями независимость моей страны и поражение американцев и их рабов. Все друзья собрались здесь, и мы счастливы, что можем отметить нашу независимость прямо напротив посольства США. Я так рад, что это невозможно выразить словами. Однако для других жителей Афганистана, в частности для женщин, ситуация в стране ухудшилась. Этой детской больнице не хватает средств. Многие необходимые медикаменты либо заканчиваются, либо отсутствуют. Больница рассчитана на 300 человек, на койках 500. Афганистан под властью Талибана отрезан от получения международной помощи и в значительной степени изолирован политически. В новом докладе ООН говорится, что из-за засухи и неурожая стране грозит голод. Минобороны России опубликовала кадры последствия обстрела Каховской гидроэлектростанции. Как уверяет ведомство, 3 из 6 турбин ГЭС остановлены. Объект работает в предаварийном режиме. Российская сторона заявляет, что сбои в системе выработки электроэнергии и сброса воды могут негативно повлиять на охлаждение реакторов Запорожской АЭС, захваченные российскими войсками в марте. Украинские власти, в свою очередь, опровергают информацию, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут привести к ядерной катастрофе на ЗАЭС. По их словам, ВСУ работают максимально аккуратно, исключительно по военным целям и логистическим точкам. Но страх повторения Чернобыля у местных жителей все равно присутствует. Хорошего ничего нет в этом. И чем все закончится, мы тоже не знаем. Люди переживают, атомная станция рядом. Ветер часто дует в нашем направлении. И если авария, радиация придет сразу к нам, попадет в воду. В своем последнем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что те россияне, которые не высказываются против войны в его стране, автоматически поддерживают ее. И неважно, где вы находитесь, на территории России или за рубежом, ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против войны. Тем временем, первая партия пшеницы в рамках всемирной продовольственной программы для Эфиопии отправлена из украинского порта города Южный. На борту судна «Отважный командир» 23 тысячи тонн зерна. Эфиопия – одна из пяти стран, переживающих голод. Иран отрицает свою причастность к нападению на британского писателя Салмана Ружди. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани. Это первая официальная реакция Тегерана на совершенное 12 августа покушение на жизнь Ружди. 75-летний мужчина был ранен ножом в шею и живот прямо на сцене, когда готовился прочесть лекцию в штате Нью-Йорк. Никто не имеет права обвинять Иран в покушении на писателя. «В связи с нападением на Салмана Ружди в США мы не считаем кого-то виновным или достойным порицания, кроме него самого и его сторонников», – отметил Канани. Салман Ружди – обладатель многочисленных литературных наград, в том числе и Букеровской премии. Более 30 лет писатель живет под угрозой смерти после публикации своего романа «Сатанинские стихи». Многие мусульмане сочли его книгу оскорблением религии. В 1989 году верховный лидер Ирана издал шитву с призывом покарать Ружди смертью за богохульство. Агент-писатель рассказал, что сейчас Ружди на пути к выздоровлению, но оно будет долгим. Сеул предложил Пхеньяну помощь в развитии экономики, энергетики и торговли в обмен на динуклеаризацию. Об этом президент Южной Кореи Юн Сук Йоль сказал во время выступления по случаю 77-летия освобождения Кореи от колониального господства Японии. План также предусматривает реализацию продовольственной программы. Смелая инициатива, которую я себе представляю, поэтапно значительно улучшит экономику Северной Кореи и уровень жизни ее народа, если Север прекратит развитие своей ядерной программы и приступит к подлинному и существенному процессу динуклеаризации. Нынешнее предложение Сеула существенно не отличалось от предыдущих южнокорейских инициатив, которые ранее были отвергнуты Пхеньяном. Шансы на то, что КНДР сейчас примет такую сделку невелики, полагают аналитики. В конце июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна полностью готова к любым столкновениям с США. Помимо этого он сказал, что армия Южной Кореи, цитата, «будет уничтожена в случае попытки напасть на КНДР». Похороны 41-й жертвы пожара в Коптской церкви Каира прошли в ночь на понедельник в египетской столице. Попрощаться с погибшими в результате короткого замыкания в церкви Святого Меркурия Цезарейского пришли сотни людей. Во время богослужения, по рассказам очевидцев, из кондиционера повалил густой дым. Он стал основной причиной смерти верующих. Пожарные и кареты скорой помощи прибыли только через час. Эвакуация раненых и погибших была затруднена тем, что церковь находится на узкой улочке, многонаселенного квартала на левом берегу Нила. В самом здании не был предусмотрен эвакуационный выход. Прокуратура Каира начала расследование. Президент Египта Абдул-Фатах Ассиси пообещал крупные денежные компенсации семьям погибших и пострадавших. В соболезновании главе Коптской церкви Египта Тавадросу II выразили конференция католических епископов Святой Земли и лидер мусульман-сунитов Египта. Из более чем ста миллионного населения Египта коптский вариант христианства исповедует от 10 до 15 миллионов человек. Коптская община Египта неоднократно становилась мишенью терактов, в том числе после прихода к власти Ассиси. Менее чем через две недели после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань прибыла новая американская делегация под руководством сенатора-демократа Эда Марки. В ответ вооруженные силы Китая возобновили военные учения на море и в воздушном пространстве вокруг острова. В Пекине второй за месяц визит конгрессменов США назвали опасным ходом, похожим на игру с огнем. Власти Берлина приняли решение отключить освещение двухсот зданий в целях экономии энергии. Первыми в конце июля во тьму погрузились шесть достопримечательностей немецкой столицы. Государственный оперный театр и берлинская ратуша пока еще освещены, но вскоре их ждет судьба остальных. В течение ближайшего месяца сотрудники электротехнической компании Берлина отключат 1400 прожекторов, но пока не будут их демонтировать. Санкции объединяют. Ведущий автопроизводитель Ирана планирует уделить особое внимание экспорту в Россию, которую покидают западные компании. Концерн Иран Ходро представил последнюю модель кроссовера Рира на своем заводе к западу от Тегерана, где гендиректор Мехди Хатиби объявил об амбициях производителя в отношении российского рынка. Первые партии продукции иранского автопрома, как ожидается, поступят в Россию уже в этом году. С точки зрения возможностей, качества и стиля мы считаем, что можем в полной мере конкурировать на наших целевых рынках. В особенности это касается России, Азербайджана, Омана и Ирака. Вы лучше меня знаете, что объем рынка России больше, чем у всех наших соседних стран вместе взятых. Находясь под жесткими санкциями, Иран и Россия решили расширить сотрудничество в ключевых областях, чтобы поддержать свою экономику. Во время визита в Тегеран в июле президент России Владимир Путин отметил, цитата, рекордные цифры с точки зрения роста товарооборота между двумя странами. С грузовой станции города Усси на востоке Китая вышел первый состав по маршруту в Европу. Через три недели он должен дойти до Узбекистана и Казахстана, после чего направиться дальше на запад с тысячей тонн товаров на общую сумму около 4,5 миллионов долларов США. Первым поездом в Центральную Азию и Европу экспортируют полиэфирную крошку, бытовую технику и запчасти для автотранспорта. В компании-операторе логистического комплекса говорят, что этот железнодорожный маршрут сопоставим по стоимости с морскими перевозками, но вдвое быстрее. При этом он вдвое дешевле авиаперевозок, так что может стать одним из важнейших путей экспорта местной продукции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА